8.00 столица Казахстана, время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. Штормовое предупреждение сохраняется в ряде областей Казахстана. По прогнозам синоптиков, на большей части страны сегодня туман и порывистый ветер. Как уточнили в Казгидромете, на западе и северо-западе республики ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдут осадки в виде дождя и снега. На остальной же территории погода без осадков. В целом, в большинстве регионов прогнозируют туманы, утиление ветра, а на северо-западе и северо-севере страны гололед. Каспийское море прошло критическую отметку обмелением, говорят специалисты. Но это не повод расслабляться. Эксперты бьют тревогу. Ситуация грозит экологической катастрофой. О надвигающемся дефиците воды говорил и глава государства в своем послании. По данным специалистов, к 2040 году он может достигнуть почти 15 миллиардов кубометров воды. Президент поручил правительству разработать выверенную политику по водопользованию. Проблему и способы ее решения обсудили в Атерау. На встрече за круглым столом участвовали экоактивисты, представители общественных организаций, политических партий и профильных министерств. Снижение уровня Каспийского моря прогнозировали еще 40 лет назад. Ученые связывают это с изменением климата, повышением температуры, засухой и снижением объема воды из впадающих рек. Северная часть моря находится на территории Атерауской области. Последствия обмеления здесь налицо. Некогда знаменитый порт с ежегодной пропускной мощностью 15 тысяч тонн грузов простаивает третий год. С тревогой смотрят в будущее и жители прибрежных рыболовных сел. Надо принимать срочные меры. От обмеления Каспия уже страдает местное население. Рыбацким селам грозит печальная участь. Они не только теряют промысел. На их здоровье пагубно влияет иловая пыль с морского дна. Уже пятый год расчищают устья рек Урал и Кигач, впадающих в Каспий. Проект завершат в следующем году. Хотя, по словам специалистов, несмотря на масштабность работ, существенных результатов ожидать не стоит. Поскольку дно углубителей не успевают за отходящим морем. Вообще-то по проекту это было заложено так, что мы должны были выйти в Каспийское море. Но так как из года в год Каспий отступает, у нас получается так, что разрабатывается проект в одно время. Когда уровень Каспия стоит на одном месте. Через несколько лет, когда мы начинаем работать и потом заканчиваем работу, Каспий еще дальше наступает. Для изучения проблем Каспия при Министерстве водных ресурсов создают научно-исследовательский институт. Он объединит специалистов узкой направленности. Ифтеологов, биологов, гидрогеологов и других. Ученые изучат флору и фауну моря. Выяснят причины гибели морских животных. Из-за экологических проблем регион становится малоприспособленным для жизни. Вернулись из Саитайского района. Мы видим, как он мелеет. И там даже жители поднимают вопросы, чтобы элементарно хотя бы недропользователи высадили там. Возможно, это сексаул, потому что там невозможно реально жить. Мы были у главного врача больницы района, с жителями встречались, с медиками. Они тоже говорят, что количество заболеваний увеличилось. Общественность обеспокоена, что Каспий может повторить судьбу Арала. Жители региона ждут от правительства конкретных шагов по решению проблем обмеления. Эксперты считают, что законодательство в сфере водопользования требует пересмотра. И предлагают закрепить в новой редакции водного кодекса права граждан на воду. Саня Кубжасарова, Асланбек Шагыр, Айбек Байзаков, Хабар-24 и Затерал. Ну а в Акмолинской области пытаются сократить дефицит врачей. С начала года в медицинские учреждения региона на работу приняли 130 молодых специалистов. 85 из них в сельской местности. Благодаря этому нехватку квалифицированных кадров в здравоохранении удалось снизить на 20% по сравнению с прошлым годом. Подробности у Артема Грапова. В Буландинский район Нуржан Аналбек приехал по программе с дипломом в село. Молодой специалист родом из Туркестанской области. Свой трудовой путь решил начать в сельской местности. Приехал сюда в 2021 году, в конце августа. Посмотрел свое рабочее место, свою амбулаторию. Мне все понравилось. Меня обеспечили квартирой. Квартира хорошая. Свет, газ, отопление. Коллектив мне понравился. Поэтому я решил здесь остаться. Сейчас в районной больнице работают 45 специалистов. 12 из них уже на пенсии. А еще медучреждению не хватает 7 врачей. Решить проблему намерены за счет местной казны. Молодым специалистам предлагают специальные гранты. В данный момент рассмотреться вопрос областной мастер-хате. А увеличение подъемных на большую сумму. Какая сумма, нам еще не сказали. Но будет более чем 2,5 миллиона. Кроме того, молодые специалисты получают социальную поддержку. Кроме подъемных, врачи обеспечивают жильем. 85 специалистов, прибывших в сельскую местность, получили квартиры арендой. И порядка 30 специалистов прибыли в города, регионов. Для 39 молодых специалистов выделены подъемные прибывшие в село. Выплачены подъемные общую сумму порядка 13 миллионов тенге. В том числе в программе с дипломом в село. Еще 85 будущих специалистов сейчас обучаются. Они получают медицинское образование по грантам Акима области. Поэтому после учебы молодые врачи будут обязаны работать в регионе. По мнению властей, если такая практика себя зарекомендует, проблему кадрового голода взрывохранения удастся решить за 2-3 года. Артем Грапов, Абзал Болтабаев, Евгений Шенкаренко. Акмолинская область, Хабар, 24. Курильщиков в Казахстане становится меньше. Кальян не курят 96%, а табак больше 80% респондентов. Данные приводит портал Рэнкинг Кейзет, ссылаясь на Бюро национальной статистики. Всего в опросе участвовали почти 12 тысяч домохозяйств страны. Классические промышленные сигареты употребляют почти 20% опрошенных. В гендерном разрезе среди мужчин доля курящих табак составила 36%. Среди женщин 8,5%. А вот доли любителей кальяна среди курящих мужчин и женщин одинаковые. Почти в два раза в Казахстане выросла доля подростков, страдающих от избыточного веса за последние несколько лет. Это данные Всемирной организации здравоохранения. Если тенденция не поменяется, то по их прогнозам уже в 2030-му в стране будет насчитываться больше 500 тысяч человек в возрасте до 19 лет с диагнозом ожирения. Эксперты говорят, все больше людей сейчас страдают гиподинамией, состоянием, когда снижается активность обменных и физических процессов. К каким еще последствиям это может привести, расскажут мои коллеги. Вчера помню тысячи сообщений, когда говорили, ой, а ты ему не сможешь. Посмотрите, какой красавчик. Несколько раз в неделю в бёрпи отжимания, подтягивания и выпады. Из тренировок и правильного питания состоят будни Алишера Тулиубая. Но еще год назад 22-летний мобилограф вел другой образ жизни. Из-за лишнего веса было тяжело двигаться, настроения не было, много переедал. Однажды по работе познакомился с тренером Айтымом Жакуповым. Тот предложил ему свою помощь. Сначала как мобилограф я помогал Айтыма продвигать его услуги. По видеосъемке я снимал его курсы. Дальше мы с ним уже поближе познакомились, начали общаться и так далее. И он увидел некоторые боли, ну, с моей стороны, то, что лишний вес, отчасти неуверенность, проблемы и так далее. И решил помочь со своей стороны и предложил год трансформации. Так началась история длиною в год. За это время Алишер скинул больше 40 килограммов. Его тренер Айтым Жакупов рассказывает, что сейчас все больше молодых людей стали страдать из-за лишнего веса. Чуть ли не каждую неделю к нему обращаются родители подростков. Буквально 10 минут назад ко мне приходили родители вместе с сыном. 14 лет, вес уже 120 килограмм. Звонят Жанаузе на родители. 14 лет, вес 180 килограмм. То есть, как раз таки, когда идет гормональное перестроение организма, нужно по-особенному следить за питанием. Чем ребенок питается, что он ест. И самое важное, куда он тратит свое время. А время у современной молодежи пролетает в гаджетах. Отсюда малоподвижный образ жизни. К примеру, возьмем статистику за прошлый год. Ежедневные прогулки или занятия спортом в секциях посещали лишь 30% детей. Этому состоянию даже дали название гиподинамия. Вообще считается, гиподинамия это состояние, это не заболевание. Оно не кодируется по МКБ-10 у нас. Оно не имеет какой-то определенного диагноза. Но это состояние, которое приводит к тому, что в дальнейшем развиваются очень серьезные заболевания. И поэтому в данном случае нужно по утрам проводить гимнастику с детьми. Отсутствие движения и активности в жизни ребенка приводит к нарушениям сердечно-сосудистой и дыхательной, а также костной системы. Нарушается зрение, появляется избыточный вес. О критичности ситуации говорят цифры. В последние годы количество детей с такими нарушениями увеличилось почти в два раза. К 2030 году ВОЗ прогнозирует полмиллиона детей с ожирением. Потом какой выбор у родителей? Начнут водить его к специалистам, к врачам, винить всех вокруг, что какие-то проблемы у ребенка. Когда проблема вот здесь, то есть на начальном этапе. Поэтому самое важное – это подвижность. Никто не говорит о каких-то там сверхфантастических упражнениях и так далее. Все гениальное просто. Просто нужно как минимум хотя бы по вечерам гулять. И пока одни мирятся со своими нарушениями здоровья и заедают стресс, другие берут всю волю в кулак, через боли и одышку идут заниматься спортом. Пока не поздно, специалисты призывают отложить телефоны и включиться в реальность. Ведь приятнее провести время на прогулке, теннисе или в спортзале, чем в больничных коридорах. Сабин Рахимбай, Руслан Алиев, Хабар, 24. Отбасыбанк станет национальным институтом развития по учету граждан и распределению квартир. При этом обеспечение очередников жильем будет путем его строительства и приобретения. Останется в компетенции Акиматов. Соответствующий законопроект рассматривают в Можелисе. Также на базе Отбасыбанка планируется создать центр обеспечения жильем. Встать на учет в нем смогут все граждане, вне зависимости от принадлежности к той или иной социальной категории. На каждую заявку сформирует цифровой портрет семьи. В нем будут отображаться данные о доходах, имуществе и активах. Сейчас в очереди более 650 тысяч человек. Последняя инвентаризация, которую провело министерство, показала, что около 240 тысяч не соответствуют критериям очереди. Около 90 тысяч имеют жилье. Если перепроверить в государственной базе данных, в этом списке есть умершие, есть люди, которые поменяли гражданство. И поэтому одной из задач будет перепроверка и очищение этих данных. Больше 60% сел области Улытау обеспечены мобильной связью, но не везде она отвечает современным требованиям. В 30 населенных пунктах сотовая связь и мобильный интернет отсутствуют вовсе. На республиканских трассах, соединяющих Жасказган с другими областями страны, мобильной связью можно воспользоваться только лишь на некоторых участках. О том, когда решат жизненно важный для жителей региона вопрос, в сюжете Елизаветы Шалиной. Аслан Бексултанов часто ездит из Казаларды в Улытау. Последние пять лет он занимается перевозкой кормов для скота. Не раз случалось, что машина в пути ломалась, и он был вынужден подолгу ожидать помощи. Сообщить о произошедшем по мобильному телефону возможности нет. Сотовая связь отсутствует практически по всей трассе. Бывают в дороге поломки. Связаться с кем-либо и попросить о помощи не можем. Связи нет. Это не только моя личная проблема. Все, кто ездит по этой трассе, сталкиваются с этим. Необходимо решать этот вопрос. Относительно лучше со связью на трассе Жасказган-Караганда, хотя здесь есть участки со слабым уровнем сигнала. Из 12 сельских округов Жан-Аркинского района, расположенных вдоль этой дороги, в двух интернета нет. В остальных, говорят жители, его качество оставляет желать лучшего. Оптоволоконный интернет не подключен в селах Айнабулак-Актау. Мы направили предложение по установке матч-антенн. Надеемся, что при содействии областных и республиканских органов власти этот вопрос решится положительно. Для обеспечения населённых пунктов качественной мобильной связью и интернетом Акиматом области совместно с операторами связи разработана дорожная карта. Отобрано 19 сельских населённых пунктов с населением более 250 человек. В 2024 году совместно с операторами связи планируем подключить эти села в первую очередь. Недавно Акимат области заключил меморандум с отечественным телекомоператором. В планах запустить в Жизказгане сети 5G и перевести областной центр на волоконно-оптические линии связи. В рамках национального проекта «Доступный интернет» намерены обеспечить связь и мобильный интернет на дорогах региона. Для этого вдоль трасс Жизказган-Казаларда, Жизказган-Аркалык и Жизказган-Караганда установят 15 матч-антенн. Сейчас разрабатывают смету. Проект реализуют в ближайшие три года. Елизавета Шалина, Нурбов, Сдикпаев, Гульшахера, Сарикбаева, Хабар-24, область Улытау. Мы продолжаем. Израиль и Хамас начали третий обмен заложниками в рамках соглашения о прекращении огня. Хамас передал Международному комитету Красного Креста 13 израильтян и 4 иностранцев. Среди них трое граждан Таиланда и один заложник с российским паспортом. В новой группе освобожденных 9 детей. Израильская сторона в свою очередь подтвердила намерение о передаче 39 палестинских заключенных. Я напомню, согласно договоренности срок четырехдневного перемирия истекает сегодня. Однако Катар заявил о возможности его продления. День затишья за 10 дополнительно освобожденных. В Сомалии больше миллиона 700 тысяч человек нуждаются в гуманитарной помощи. Местные жители пострадали из-за наводнения. С последствиями стихии борются уже больше месяца. В октябре на восточную часть страны обрушились проливные дожди. Местные реки вышли из берегов. В числе наиболее пострадавших городов ходят густонаселенные Белидуэйни. В городе разрушены и повреждены дороги и мосты. Более 700 тысяч сомалийцев вынуждены покинули свои дома. В Сомали затопило больше полутора миллионов гектаров. Домашний скот тоже пострадал. Среди людей распространяются инфекции, которые передаются через воду. Возросло количество случаев заболевания холера и малярии. А столица Индии по-прежнему окутана токсичным туманом. Тысячи жителей Нью-Дели жалуются на раздражение глаз и горла. Люди массово скупают воздухоочистители. Из-за плотного слоя ядовитого смога закрыты школы. К резкому загрязнению воздуха привело сезонное понижение температуры, отсутствие ветра и сжигание отходов злаковых фермерами соседних штатов. Возле греческого острова Лесбос в Эгейском море затонуло грузовое судно. Сообщается, что на борту находились 14 членов экипажа, включая 11 египтян, двух сирийцев и гражданина Индии. Одного человека удалось спасти, остальные 13 разыскиваются в рамках масштабной спасательной операции. Корабль перевозил соль из Египта в Стамбул. Капитан послал сигнал бедствия рано утром. Вскоре после этого судно исчезло примерно в 8 километрах к юго-западу от острова. По предварительным данным, оно попало в шторм в Эгейском море. В результате сильных снегопадов в Болгарии в ДТП погибли 2 человека, еще 36 получили ранения. На большей части территории страны из-за непогоды объявлено чрезвычайное положение. Почти тысяча населенных пунктов осталось без электричества, сообщил премьер-министр Николай Дынков. В более чем 280 школах отменены занятия. Мокрый снег повалил сотни деревьев. Десятки поездов застряли на железнодорожном пути. К работе по ликвидации последствий снегопада подключились подразделения болгарской армии. Ну а Минздрав Китая призывает увеличить количество клиник по лечению лихорадки в стране. В КНР резко возросло число заболевших острыми респираторными заболеваниями. Большинство инфицированных в Пекине и провинции Ляонин. Всплеск эпидемии связан с циркуляцией нескольких видов патогенов. В первую очередь гриппа, передает рейтер. В связи с чем, министерство рекомендует провести работу по профилактике и контролю эпидемий в местах скопления людей. Речь идет о школах, детских учреждениях и домах престарелых. ВОЗ отметила, что случаи заболевания могут быть связаны с отменой коронавирусных ограничений. Министры иностранных дел Японии, Китая и Южной Кореи договорились об организации саммита лидеров трех государств в ближайшее время. Такое соглашение политики заключили на встрече в южнокорейском городе Пусан. Они также обсудили несколько региональных и глобальных вопросов, включая ядерную программу Северной Кореи. Напомню, в последний раз трехсторонние переговоры проводились на юго-западе Китая в декабре 2019-го. Представитель Южной Кореи подчеркнул, что они хотели бы провести саммит уже в конце этого года. Однако, как признали в администрации президента страны, это будет непросто. Воскресенье после Дня Благодарения считается одним из самых оживленных туристических дней в году, поскольку миллионы людей возвращаются домой после длинных праздничных выходных. По данным Американской автомобильной ассоциации, в этом году на праздники больше 50 миллионов человек отправляются в путешествия. По сравнению с прошлым годом, ожидается больше людей на дорогах, в небе и на море. Большая часть будет использовать автотранспорт, что приведет к пробкам на дорогах. Также почти на 11% по сравнению с прошлым годом возросло количество людей, путешествующих круизами, автобусами и поездами. По данным Федерального управления гражданской авиации США, на воскресенье запланировано почти 45 тысяч рейсов с более чем 3 миллионами пассажиров. На фоне увеличившегося спроса возросли и цены на внутренние авиарейсы, автобусы и поезда. Хотя эти показатели и не превышают прошлогодние. У нас была пересадка в Денвере. Оба самолета были полностью заполнены. Не осталось ни одного места. Так что было тесно. Но мы успели. Мы так рады. Немецким активистам, экоактивистам выписали крупный штраф за вандализм. Участники движения «Последнее поколение» обязаны выплатить государству 200 тысяч евро. Из них 115 тысяч за ущерб, причиненный Бранденбургским воротам. Напомню, осенью активисты облили оранжевой краской все шесть колонн исторического памятника. В данный момент главную достопримечательность столицы пытаются отмыть и отреставрировать. Это не единственный акт вандализма на счету защитников климата. Недавно они забрызгали краской часы мира в центре Берлина. Облиты были фасады зданий технического университета, Министерства экономики и защиты климата, а также резиденция канцлера. Действия экоактивистов вызывают большую критику в обществе, не исключение и политики. Однако участники движения планируют новые скандальные акции. На прошедших выходных они снова блокировали улицы, создавая пробки в столице. Бранденбургские ворота стали частью нашего протеста. Мы окрасили их в ярко-оранжевый, чтобы привлечь внимание. Мы надеемся, что люди обратят внимание на климатическую катастрофу, которая надвигается. Уже сейчас мы видим, как на планете бушуют стихийные бедствия, засухи, наводнения, пожары. Уже появляются первые климатические беженцы. Мы готовы к последствиям и штрафам, так как речь идет не о деньгах, а о нашей планете. В Щучинске завершился первый этап Кубка Казахстана по биатлону. По итогам первого дня соревнований мужчины выступили на дистанции 7,5 километров. Лидером стал Антон Башкиров из Акмолинской области. Он добрался до финиша за 20 минут и 40 секунд. Елизавета Белецкая два дня подряд лидировала среди женщин на дистанции 6 километров. Среди юниоров победил Владислав Малыков и Яна Чупик из Алматинской области. В Кубке Республики по биатлону соревновались представители 8 областей. Всего выступило более 100 спортсменов. Второй тур пройдет в декабре. По итогам двух этапов станут известны участники зимней юношеской олимпиады. К этой минуте все. Спасибо, что были с нами. До встречи. Вам хорошего дня. Берегите себя. Увидимся обязательно. Продолжение следует...